Вот у меня уже готово и скреплено два элемента, более мелкий и более крупный. Вам остается, конечно, подумать о том, какое вы хотите получить изделие, и исходя из этого уже делать определенное количество тех или других элементов. А мы переходим сейчас к более крупному элементу, вот к такому элементу. Для этого нам понадобятся все те же материалы, и лесочка, по длине, конечно, нужно ее взять, где-то не менее 60 сантиметров, чтобы было удобно работать. Вот теперь мы начнем вот такой элемент, более сложный. Вот такие у меня вот, ну даже не знаю, цветочки, не цветочки, как хотите, называйте вот этот элемент, он более сложный, чем предыдущий. Вот у нас вот эти два элемента мы сделали уже, сейчас мы поучимся делать вот такой элемент. Значит, я опять-таки сделала все то же самое, что делала в предыдущие разы, до того момента, когда вот я вставила между моими жемчужинками по две бисеринки, и вышла между первой парой, вот между двух жемчужинок вышла. Обрезаю кончик моей лесочки. И теперь посмотрите, вы помните технику на дебеле, какую мы с вами проходили. Набираю две бисериночки. Выхожу в следующую бисеринку. То есть каждый раз в нашем элементе что-то меняется. Вот я набрала две бисеринки между предыдущими двумя. Набираю голубую бисеринку, биконус, бисеринку, и опять захожу в одну, в первую бисеринку между жемчужинками следующими. И опять по технике на дебеле набираю две бисеринки и выхожу во вторую бисеринку. То есть у меня будет получаться вот такой лучик на дебеле между моими жемчужинками. Вот поправим хорошо, чтобы у нас все это здесь хорошо стояло. И снова набираю голубой бисер, биконус, голубой бисер, и захожу в первую бисеринку между следующими жемчужинками. Снова пара бисера. Конечно, цветовую гамму вы сами можете выбирать. Можете все сделать в одном цвете, можете совершенно другие цвета выбирать, не так, как у меня. Это не обязательно. Я думаю, что у всех разное представление о цветовой гармонии, вкусовые также у всех людей разные приоритеты цветовые. Я показываю просто технику, какой хочу научить вас, какая вот у меня вот получилась в моем изделии. Не обязательно навязывать мои цветовые вот гаммы. Две бисеринки. Подтягиваем и последние набираем бисер, биконус, бисер. И выходим через первую бисеринку, выходим в верхнюю бисеринку. Это мы уже будем начинать следующий ряд. Вот видите, я прошла две бисеринки одновременно. И вот у нас получилась сейчас вот такая вот конструкция. Я снова набираю две бисеринки бронзовые, то есть по технике НДБЛЕ. Пока вот эти лучики мы делаем по технике НДБЛЕ. Это у меня уже третья пара получается. Я снова набираю синюю бисеринку и прохожу в биконус. Вот здесь надо быть аккуратными, чтобы наш биконус не перерезал нашу лесочку. И захожу, набрала синюю бисеринку и захожу в первую бисеринку из пары. Так. Снова набираю следующую пару бронзового бисера. Выхожу во вторую бисеринку. Вот вам видно. Во вторую бисеринку. Поправим. Снова набрала синюю бисеринку и зашла в следующий биконус. Синюю бисеринку. И в первую бисеринку из пары. Набрали две бисеринки. И во вторую бисеринку из лучика нашего НДБЛЕ. Надеюсь, что вам видно. Поправили, подтянули. Синяя бисеринка. Зашли в биконус. Снова синяя бисеринка. И зашли в первую бисеринку из нашего лучика НДБЛЕ. И последние две пары. И последние две бисеринки. Заходим во вторую бисеринку. Синяя бисеринка. Заходим в биконус. Снова синяя бисеринка. И заходим в первую бисеринку пары НДБЛЕ. Вот что у нас получается. Наша конструкция не вполне такая вот привлекательная. Потому что она пока что вот такая вот, видите, кривая, косая. Я даже волнистая. Одним словом волнистая. Вот такая. Не сильно привлекательный вид имеет. Но мы продолжаем работать с ней. Снова набираем две бисеринки. Выходим во вторую бисеринку. Заходим в синюю бисеринку. Заходим. И смотрите, что мы делаем. Мы набираем пять бисеринок синеньких. Пять бисеринок. Подтянем к нашей конструкции. И закроем колечко на второй из только что пяти набранных. Вот посмотрите. Первая у нас вот она. А мы закрываем, видите, не так закрываем сверху вниз, а снизу вверх. Так как мы одевали эту бисеринку на нашу лесочку. То есть закрываем колечко. Так. Подтянули. И теперь, набрав одну бисеринку, мы выходим в бисеринку синюю, какая у нас вот была уже набрана возле биконуса. Вот посмотрите, какой лепесточек у нас получается. Вот у нас получается вот такой лепесточек. Вот такой лепесточек получается. И я захожу в первую бисеринку из лучика Ндебеле. Набираю снова две бисеринки. Выхожу во вторую бисеринку лучика и сразу захожу в первую синюю бисеринку возле биконуса. Так. Набираем пять бисеринок новых. Пять. Пять бисеринок. Подтянем к нашей конструкции. И закрываем колечко на второй бисеринке. Вот это вторая бисеринка. Видите, первая. Вторая. То есть делаем вот такой крестик на вершине нашего лепесточка. Стараемся все это подтягивать таким образом, чтобы нашей лесочке не было видно. Вот видите, я подтянула мой крестик сюда поближе. Набираю одну бисеринку. Выхожу в синюю после биконуса и в первую бисеринку Ндебеле. Подтянули. Вот у нас два лепесточка уже получилось. Набираю две бисеринки. Выхожу во вторую бисеринку и первую бисеринку синюю возле биконуса. Пять бисеринок синих набираем. То есть повторяем все то же самое, что мы делали на предыдущих биконусах. Делаем лепесточки и над этими биконусами. Две бисеринки. Выходим во вторую бисеринку луч Кандебеле и бисеринку возле биконуса. Снова набираем пять бисеринок. И снова выходим. Это мы уже заканчиваем последний лепесток, поэтому мы должны пройти две бисеринки нашего столбика Ндебеле. Вот видите? И мы закончили этот ряд. Мы закончили этот ряд. Вот что у нас получилось. Теперь я буду набирать крупную бисеринку на краешках вот этих моих лучиков Ндебеле. И буду опускаться, смотрите, на две бисеринки вниз. И буду проходить по всем бисеринкам крайним, чтобы наш лепесточек был более упругим. Вот по всем бисеринкам крайним буду проходить, не прихватывая бисеринку, на которой я скрещивала мои вот эти лепесточки. Помните, мы на ней скрещивали. Я буду проходить по всем крайним бисеринкам, не прихватывая первые вот эти самые, самые первые синие, и выхожу опять в моем Ндебеле. Вот таким образом. Если я подтяну, и вот смотрите, как мой лепесточек будет наверх выгибаться. Вот видно, да? Вот как он выгибается наверх немножечко, если мы подтянем все наши вот эти бисеринки. Снова набираю крупную бисеринку, прохожу две бисеринки вниз. Подтянули. И опять прохожу, видите, первую не прихватываю бисеринку. Начинаю со второй, буду проходить по всем крайним бисеринкам. По всем крайним бисеринкам прошли. И опять две бисеринки вот этого лучика Ндебеле. Прохожу вверх. Хорошо подтяну мою лесочку. И опять мой лепесточек будет вот наверх подниматься. Вот так. Вот видите, мои лепесточки будут подниматься вверх. То есть более плотно будут мои бисериночки друг к другу более плотно прилегать. Видите, здесь они вот имеют такое расстояние между бисериночками. Там, где я не проходила еще. И вот так свободно качается вершина. Когда я их подтяну, они будут более плотненько вот так друг к другу лежать. Снова я набираю крупный бисер и оформляю уже следующий лепесточек. Опускаюсь на две бисеринки вниз. И пройду по всем крайним бисеринкам моего лепесточка. И поднимаюсь по двум бисеринкам на дебели вверх. Подтяну все мои бисеринки. Набираю крупную бисеринку и поступаю, как в предыдущих разах, в предыдущих лепесточках. Проходим по всем крайним бисеринкам. Нам надо пройти по всем нашим крайним бисеринкам и хорошо подтягивать. Каждый раз будем набирать по крупной бисеринке на наших лучках на дебели. Если мы будем хорошо подтягивать нашу лесочку, наши вот эти лепесточки будут становиться более плотными, более жесткая конструкция будет. Видите, пока что вот они вот такие вот у нас мягкие, могут вот так болтаться. Видите, а мы, если будем проходить по всем нашим крайним бисеринкам и подтягивать хорошо, наши лепесточки будут становиться более жесткими и вот даже несколько вот выгнутыми наверх. Опять выходим две бисеринки нашего лучика. Набираем на краешке нашего лучика крупную бисеринку. Подтягиваем и снова проходим по всем крайним бисеринкам нашего лепесточка. И последний лепесточек мы оформляем, тоже проходя по всем нашим крайним бисеринкам. Все-таки я хотела бы, чтобы вот мой цветочек, вот этот какой получается с лепесточками вот такими, был более, казался более объемным. Поэтому я не останавливаюсь вот на этом, что я уже сделала. Вот видите, я прошла по всем моим вот этим лепесточкам, по всем моим лучикам. И вот у меня получился вот такой выпуклый элемент, да. Но мне хотелось бы немножечко его еще дополнить. Вот краешки моих лепесточков вот несколько вверх вот так поднялись, смотрятся, смотрят наверх они. Вот посмотрите, как выглядит сейчас мой элемент. Теперь он уже жесткий стал, более такой прочный. Но я дошла до того момента, где я начинала этот ряд. И смотрите, что я делаю. Я буду проходить тем же путем, каким я шла. По лучикам буду проходить две бисеринки вверх, крупную бисеринку. И две бисеринки вниз. То есть так, как я шла предыдущий ряд. Далее по лепесточку моему я поднимусь две бисеринки вверх. Всего две. Две бисеринки. И буду заходить. Посмотрите, у меня здесь есть бисеринка. Вот в центре, сразу над биконусом. То есть это бисеринка, на которой я скрещивала. Когда вы помните, мы набирали пять бисеринок, мы делали скрещивание. Для того, чтобы получить вот эту верхушечку, у нас была вторая бисеринка, на какой мы скрещивали вот наши вот эти бисеринки. Я снова захожу в эту бисеринку. И сделаю еще один такой же крестик на ней. Опять набрав три бисеринки, я закрою колечко на этой же бисеринке. Посмотрите, как у меня изменится кончик моего лепесточка. Вот он будет иметь вот такой вид. Вот такой вид. И мой вот этот элемент будет казаться более объемным, более толстеньким. Дальше мы двигаемся тем же путем. То есть две бисеринки вниз. Немножечко это затруднительно уже, потому что все-таки мы проходили несколько раз по нашему бисеру. И дальше мы двигаемся по нашему лучику. Крупная бисеринка. Дальше две бисеринки вниз. И снова на лепесточки поднимаемся только две бисеринки вверх. Две бисеринки вверх. Заходим в бисеринку над биконусом. И делаем крестик на ней. Набрав три бисеринки, закрываем крестик на этой бисеринкой над биконусом. У нас получается краешек нашего лепестка вот такой вот. Двойной, двойной краешек получается. Вот такой вот. Дальше двигаемся уже по намеченному пути. Две бисеринки из лепесточка вниз. И так мы должны пройти по всему краю нашего элемента. Вот я уже прошла по всем краям. И добавила вторые краешки у моих лепесточков. Мой элемент выглядит теперь таким образом. Вот видите, он несколько стал более объемнее, чем он был. Вот так вот он выглядит красиво. Теперь я его соединяю с предыдущими элементами, какие мы сделали, точно таким образом, как я показывала уже вам в предыдущем соединении. Набираю бисеринку, жемчужинку, бисеринку и захожу в крупную бисеринку следующего элемента. И снова бисеринка, жемчужинка, бисеринка. И закрываю колечко на противоположном лежащем элементе. Опять-таки мы пройдем два раза по нашим вот этим соединительным жемчужинкам и бусинкам, чтобы у нас получилось более прочное вот это соединение, более прочное для нашей носки. Вот я уже соединила все моих три элемента. Считайте, что это у вас уже готовая сережка. Вам остается только подсоединить швензу сюда, и вам готов вот такой гарнитур с сережек. И вы можете подсоединять в каком вам угодно количестве какие из этих элементов, чтобы вам сделать колье. Теперь нам остается, если вы захотите колье, сделать вот такой центральный крупный элемент. Для этого вам, конечно, понадобятся еще бусинки более крупного размера. Вот 6 миллиметров я взяла. Я их приготовлю сейчас, чтобы мы с вами начали делать более крупный элемент, центральный элемент. Он также может подойти и для колье, и для браслета. Я опять-таки все поступило, как в этом элементе. То есть, начало у меня было абсолютно такое, как во всех этих элементах. И я дошла до того момента, когда вот я уже на всех углах нашего, вот этого элемента, подсоединила биконусы наши. Я продолжаю двигаться дальше. То есть, у меня в моем луче киндебеле уже есть две пары. Я перехожу на третий ряд. Опять-таки надеваю две бисеринки. И как и в предыдущем элементе, после этого луча киндебеле я надеваю по второй бисеринке синенькой и опять вхожу в биконус. Как в предыдущем элементе пока. Все, как в предыдущем элементе пока. Опять синенькая бисеринка и захожу в первую бисеринку моего лучика. Набираю пару. Двигаюсь дальше. То есть, мы пока что поступаем аналогичным образом, как и в нашем предыдущем крупном элементе. Ничего нового пока для вас здесь не происходит. В этом, в принципе, и вот для меня красота этого колье в том, что у меня нет слишком много разнообразных элементов. Они все двигаются в процессе создания, все двигаются от одного, то есть, от более простого к более сложному. Но начало у всех одинаковое и с каждым следующим элементом все более усложняется. Поэтому вот я как бы сейчас не повторяю, что я делаю, то есть, не говорю о том, что я делаю, так как я уже в предыдущем элементе это сказала. Просто хочу, чтобы вы увидели, на каком этапе я все-таки начинаю делать что-то новое. Вот мы дошли, уже закончили и этот круг. И вот в этом моменте я в предыдущем элементе уже, извините, в предыдущем элементе, вот посмотрите, раз, два, три, четыре пары. Мы здесь набираем сейчас последнюю пару и будем уже делать краешки наших лепесточков вот этих. Вот смотрите, зашла во вторую бисеринку и сразу в синюю. Вот это у меня здесь четвертая пара тоже уже, видите, раз, два, три, четыре. Набираем пять бисеринок, все как в предыдущем элементе. Четыре, пять. Пока что. Со следующего ряда у нас начнутся изменения. Пока что мы делаем, просто я хотела, чтобы вы увидели, на каком этапе мы начинаем, то есть, уже изменения какие-то вносить. Вот опять скрещиваем. Вот это у нас вторая бисеринка, где мы делаем крестик. Первый крестик на нашем лепесточке. Вот я подтяну хорошо этот крестик. Вот видите, это четко видно, что это у нас крестик получился, вершина нашего лепесточка. Одну бисеринку набираю и двигаюсь дальше. Синенькая бисеринка и бисеринка нашего лучикан-дебеле. Продолжаем по нашему кругу идти, чтобы повторить все эти наши операции. пять. Пять. Крестик. Бисеринка одна. И выходим опять в лучикан-дебеле. Так. Так. Бисеринка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, подтянули... Набираем бисеринку одну и заканчиваем оформление нашего последнего лепестка. Так, поднимаемся по двум бисеринкам нашего лучика. Так, вот что у нас получилось. На этом этапе мы в нашем предыдущем элементе уже набирали крупную бисеринку. Видите, вот она крупная бисеринка. Сейчас мы этого делать не будем. Мы будем продолжать наши лучики на дебеле. Дальше набирать. Набрали еще две бисеринки. И опять-таки опускаемся на две бисеринки вниз. На две бисеринки вниз. И будем проходить, как в предыдущем нашем элементе, по всем крайним бисеринкам нашего лепесточка. И будем подтягивать все это. Будем подтягивать и снова будем выходить в лучик на дебеле. Ну, будем набирать, продолжать этот лучик наш. Будем набирать по две бисериночки новых. Опускаемся на две бисеринки вниз. И опять укрепляем наш лепесток. Проходим по всем нашим крайним бисеринкам. Две бисеринки вверх. Подтянем хорошо, чтобы наш лепесточек вот закрепился, стал более жестким. А мы удлиняем наш лучик новыми двумя бисеринками. Опускаемся вниз на две бисеринки. И укрепляем следующий лепесток. Так. Последний лучик. Набираем две бисеринки. Опускаемся на две вниз. И закрепляем края последнего нашего лепесточка. Подтянем все. Продолжение следует... Продолжение следует...